Доброго всем времени! Я сегодня к вам с обзором очередных трех ножей. Ножи получились на отлично. То есть придраться не к чему. Конечно, по формам, по материалам это на любителя, но это уже не важно. Итак, поехали. Сразу же хочу начать с ножа, который, скорее всего, уже нашел своего хозяина. Но еще не факт, но вот как раз и посмотрим. Это клинок, где 9ХС это на режущей кромке. Вот здесь вот на обухе. 9ХС. Вот он такой, сиреневатый. Вот. То есть это ламинат. Дальше уже вот здесь вот идет из пакета, там, ШХА-15, У-10 и никель. Вот такой вот клинок. Охотничий клинок. Да, как в руке. Как обычно, как в руке. То есть, еще раз повторюсь, как и ранее говорил, что 9ХС это очень-очень такая резучая сталь. Это просто дальше только быстрорез. Хотя быстрорез, в принципе, не отличается особым таким шикарным резом. Там у него хрупкость там повышенная, туда-сюда, но по твердости там вот все-таки он выше будет. Но мы рассматриваем нож такой, который, то есть, будет и резать душевно. И заточить его можно, то есть, любыми способами, в принципе. Ну и смотрится интересно. Вот это как вот, они как-то под золото вот этот все, вот этот никель. Он такой не чисто белый, а такой в желтизну легкую. То есть, как бы, как под золото все. Так. Больстер, проставки, вот это вот все блестящее, которое. Это низельбер. Низельбер это такой материал, который хорошо блестит, никогда не ржавеет, не тускнеет, не вкисляется, ничего такого с ним не происходит. То есть, беззаботный, беззаботный максимально. Черный это вот наискосок, это акрил. черный акрил. Вот. И вы уже все, поняли, это стабилизированный зуб мамонта. Широкий. Потому что они бывают узкие, вот на половину как раз меньше, даже еще. Нет, какая половина? Одна треть обычно. Вот. Но тут захотелось вот именно широкого, чтобы его было много. Да, это, конечно, дороже, да, это сложнее, но зато это, по-моему, интереснее. Вот так вот. Что дальше у нас идет? Деревяха. Айронвуд. Все уже, наверное, тоже знакомы с такой древесиной. Айронвуд, опять же, повторюсь, почему бы нет, да, почему не говорить вот эти вот прекрасности, которые они есть? О них нельзя не говорить, мне кажется. и это древесина, которая очень жесткая, такая тяжелая, ну, больше жесткая и пропитанная своим каким-то соком таким, который не дает ей ссыхаться, что-то там трескаться, то есть, это стабилизация естественная, природная стабилизация. Вот так вот. Да, производил я, конечно, не так, чтобы уж и долго, как обычно, там дней сколько-то, может, пять. Тут сложности, когда с наборкой, тут плюсом еще один-другой добавляется, но у меня всегда впечатление такое сдается, что это была вечность. Второй экземпляр это сталь М390, нержавеющая импортная сталь. Такой полностью блестящий клиночек, клинок в законе. О, как перчатки залапывают. Опаньки. Весь блеск, весь шик. А нет, ничего, отходит вроде. Дальше. Ну, что дальше? Дальше. Вы, наверное, все уже тоже в курсе, что такое нержавеющая сталь, что такое именно М390, но это повышенная твердость у нержавеющей стали. Вот как бы так. Она повышенная твердость, то есть кромка будет держаться дольше, оставаться острой, хотя затачивается в принципе. Ну, нет, чуть сложнее, но как сложнее? Для тех, кто умеет затачивать, это несложно. Дальше. Рукоять. Также все, что блестит в рукояти, это тот же опять низельбер, бескомпромиссный низельбер с проставками, наборкой. подпальцевые выемки. тут можно. Вот так это все выглядит. В руку ложится просто идеально, идеально вплоть до вот этой вот ямочки. Идеально, идеально. И вот так идеально. Ну, это я всегда так делаю, потому что если рукоять изготовлена не под руку, тогда это не рукоять. Это что-то другое или чего-то другого. Дальше. Сама вот эта рукоять черная, это акрил, но он композитный и в виде вот сот, пчелиных сот. То есть, вот эти ромбы, они в виде, ну, тут видите, они как раскрылись, примерно, вот так. Вот тут они раскрылись, вот так, эти соты. Но если взять вот пчелиные соты и разрезти, тоже так же вот их как бы наискость, то вы увидите вот такой же вот рисунок. Ну, это, конечно же, не соты пчелиные, но это просто сделано копией их. Так что тут, если могут жить пчелы, то только неправильные, которые делают неправильный мед. Вот. Вот, не знаю, почему-то я его увидел таким. Вот, увидел я его таким, и все. Форма рукояти это скаут, который я еще производил лет 25 назад. Да, вот такие вот были ножи, назывались скаут. Ну, они, конечно, были там с пластмассовой ручкой, там, из трёмной нержавеечки, какой-то там 40А13, по-моему, или 30А13, не помню. Ну, было все вот там просто дешево и даже не сердито. Но здесь все уже по-серьезному, по-взрослому. Вот так вот. Вот так. Следующий нож. Нож, который я производил уже, в принципе, давно, раньше я производил такие ножи, но не знал, для кого они, для чего они. Ну, оказывается, эти ножи для бушкрафтеров. Это такие люди, которые у них направление выживания. То есть, они ходят по лесам, там, что-то рубят, что-то строгают, разделывают. И им интересна вот именно такая кромка, кромка сведена в ноль. И тут спуски, они не вогнутые, не прямые, не клинообразные, а выпуклые. Это способствует чему? Выпуклые спуски, это то есть, сама кромка, режущая кромка, она мощнее. Ее выкорышить намного сложнее, чем любую другую геометрию, например. И поэтому вот такие ножи у них в почете, у бушкрафтеров. Вот. Ну, вот это слово я, конечно, узнал только недавно. Думал, кому это такое вот нужно, кому. Ну, да, мне что нравится, тут заточка в ноль, она режет всегда интереснее, чем любая другая заточка, потому что она в ноль, тут нет кромки заточки. Вот. Да, она строгает четко, да, она разделывает четко, но вот теперь еще знаю, кто, кому этот клинок нужен. Вот. Ну, естественно, раз он для бушкрафтеров. Естественно, низельбер с наборочкой, там красненькие, такие тоненькие полосочки, вот. Ну, это чтобы он модный еще был. Вот захотелось сделать вот такой вот квадратный, извиняюсь, прямоугольный бойстер, чтобы он был какой-то брутальный, чтобы он был такой вот угловатый, как Мерседес. Ну, Мерседес, в смысле, еще там 90-х годов, они были все такие вот угловатые, такие классические. И вот я увидел именно его таким. То есть, я всегда же повторяю, все произвожу во время работы, то есть, я смотрю, как он должен выглядеть, и какой он будет в итоге. Вот. Рукоять. это наборная натуральная кожа. Да, меня кто-то когда-то раньше спрашивал, но это было очень давно, я даже не вспомню, когда, а эту кожу можно есть. Ребята, можно, она натуральная, это как кожаный ремень, но тут ее мало, поэтому не знаю, стоит ли. Вот, ну ладно, это вот сзади стабилизированный клен. Это не кап клена, это клен стабилизированный. Вот, рукоять собрана на стяжке, она стянута, то есть, вот эта там гайка, которая все сжала, всю эту конструкцию, и все там плотно, жестко, как надо. Вот, в руке она такая не скользкая, теплая, удобная, опять же. Вот эта подпальцевая выемка, она просто как нельзя кстати. Ну и вот это тоже самое. в руке лежит, ну естественно, естественно, просто на отлично. Да, интересный нож кстати, интересный. Хотя, изготавливать его, он может смотрится как-то несложно, вот этот именно клинок. Вот это именно вот кожа, но изготавливать это реально сложно. Вот, как для меня, так даже сложнее, чем вот такой клинок примерно изготовить. так, что? Что, что? Они вообще режут? Как бы чуть было не забыл показать, режут ли они вообще. Так, смотрю в камеру, не вижу, что делаю. О! Хочется, чтобы вам было видно, а не только мне. поэтому бывает мажу. Второй, из нержавейки импортный. Так, где там попадаю я вообще? Как вот мне это непривычно? Как мне это непривычно? Вот этот вот. Шикарный. Не слышали, да? Вот этот хруст, этот рез, все слышали? Слушайте сейчас. вот что значит выпуклые спуски, что значит нож ушкрафтера. То есть, чувствуете, да, разницу? Мягкость. То есть, и можно побриться этим ножом. Ой, не попал. И можно бриться, и можно резать, и можно все, что угодно. Ну, наверное, хватит. Увлекся. Что-то я увлекся. Ну, как не увлечься вот таким резом, да? У тех рез тоже шикарный, он дерзкий. А здесь рез, он какой-то еще мягкий. Вот как-то так это все выглядит. Вот. Все сказал, не все. Давайте пробежимся. По стали сказал. Да нет, по стали не сказал. Третий нож это стали нежавеющие N690. Вот что я не сказал. Ну, те, кто смотрит в моем YouTube вот эти обзоры, они уже в курсе, потому что это клинок я уже показывал, из какой он стали я говорил. Да, чехлы для всех этих данных ножей у меня уже есть. Они кожаные, черная кожа с подвесом, толстая такая, черная кожа, натуральная. Ну, и все. То есть, что дальше? Что дальше? А дальше у меня клинки. Я вот сейчас тут как-то у меня был такой просвет один денек. Я начал зашлифовать из S390 клинки. Под рукой у меня нет. Давайте вот один хотя бы так вот покажу. Вот такие вот клинки с тонким обухом. Вот такие вот пружинящие. для того, чтобы можно было делать любые какие захочутся упоры. Но они еще пока в грубой шлифовке у меня. Там и классические варианты, и вот такой тоже вариант типа скаута и еще варианта три там у меня получается. Что еще дальше? Дальше у меня в работе это вот вот такие вот варианты. Клиночки тоже нужно будет изготовить. Поэтому с рукоятками я немножко пока притроможусь из-за этого. И дальше у меня клиночки будут из М390 Н690 это импортные нержавейки. Вот такие вот модели. чтобы к ним изготавливать вот такие рукояти. Ну может не такие даже может попроще. Что-то такое ближенародное такое доступное по цене. Вот у меня такие планы на будущее. И вот я тут решил согрешить у меня клиночек вот с такого же Дамаска. Не знаю получится у меня согрешить или нет еще разок изготовить рукоятку вот индивидуально. То есть как индивидуально? Мне что там опять понравилось это то что не надо каким-то каноном то есть прижиматься вот именно не надо вот этих вот там не только вот такая форма и только вот такой вид и больше никак нет. Он сказал сделай рукоятку чтобы она была симпатичной чтобы она радовала душу чтобы она была удобной красивенькой все единственное что только было оговорено что какой материал будет на рукояти все этот вариант мой вариант и поэтому я думаю взяться но это будет плавно буду подготавливать сначала все это потом дальше только уже смогу взяться когда будет какой-то просвет вот а так в принципе если кто-то меня ждет там вот этого валова мне предлагают там давайте вам будем делать заказы там по 10 по 50 по 100 150 штук то сразу хочу расстроить в этом смысле почему потому что я уже суперстар для таких работ и я их просто не потяну это я знаю точно вот как в песне грошек стал тяжел слова такие есть вот про старого еврея я не еврей слава богу но все же ну в общем и хватит бла-бла встречайте на сайт развешу ютубе подвешу смотрите оценивайте и всем доброго здоровья то есть мы победим победим всех врагов коронавирус всех победим добра всем здоровья удачи увидимся